здравствуйте друзья меня зовут богатейший ди добро пожаловать в новое видео сегодня я должен показать тебе некоторые вещи которые действительно заставляют меня просыпаться по ночам так как последствия этого кажутся очень серьезными и многие люди к этому не готовы сейчас я скажу страшную вещь но не спеши кидаться тапками для меня этот бычий рынок биткоина близок к завершению и я знаю что многие люди тут же засмеются и закатят глаза но досмотри это видео до конца сначала и так я собираюсь представить два основных фактора которые заставили меня поверить в то что мы сейчас гораздо гораздо ближе к вершине рынка чем большинство людей ожидает одна из моих любимых цитат звучит так общество начинает преследовать все с чем не согласна поэтому я прошу тебя если у тебя будет эмоциональная реакция на содержание сегодняшнего видео постарайся отбросить ее в сторону эмоциональная реакция говорит лишь о том что пока что ты не готов к восприятию отличающегося мнения я бы хотел чтобы ты объективно выслушал все что я говорю если ты с этим не согласен дай знать об этом без эмоций необходимость обзываться или что-то в этом роде быть не согласным это абсолютно нормально по крайней мере это означает что ты ознакомился с информацией которую я хотел тебе подать во первых я думаю что bitcoin вырастет еще выше в плане цены в этом цикле а во вторых в плане времени я думаю что мы намного ближе к пику чем многие ожидают посмотри на эту идею которая была опубликована 17 апреля 2023 года здесь нарисовано то что называется левосторонним циклом или же left translated cycle этот цикл который сдвигается влево по временному графику и пик такого цикла достигается прежде чем мы дойдем до его середины есть еще правосторонний цикл right translated cycle когда мы достигаем пика цикла уже после того как пройдем его середину у нас абсолютно всегда был правосторонний цикл до 2024 мы знаем что циклы биткоина это четырехлетние циклы благодаря бобу лукасу исходя из названия не длятся четыре года или же около 1400 дней например цикл с 2013 по 2017 длился 1477 дней затем 1428 1435 и 1428 особенностью этого цикла образования является его измерение от пика предыдущего цикла до пика следующего однако цикл сдвинутый влево левосторонний цикл указывает на пик проходящий до середины цикла что предполагает более короткий цикл в целом то есть цикл менее 4 лет что в свою очередь означает что бычий рынок продлится меньше а новый исторический пик наступит раньше чем обычно ну и как закуска в таком цикле медвежий рынок удлиненный и на минутку мы никогда не преодолевали старый исторический пик до халвинга такого никогда не было в истории биткоина до этого цикла посмотри на эту распечатку она еще из 2020 года еще даже до коронавирусного краха это месячные графики идея заключается в том что медвежий рынок после этой вершины будет гораздо длиннее чем предыдущие а затем нас будет ожидать слом четырехлетнего цикла наступление left translated цикла или же левостороннего с более ранним чем это было раньше пиком а затем новый расширенный двухлетний медвежий рынок который будет длиться как уже понятно не 12 месяцев а 24 и может быть даже больше комментарии под этой идеей в 2020 году сводились к тому что такой сценарий нелепый опять же общество перешло к преследованию всего с чем она не согласна однако сегодня я все чаще вижу этот термин left translated top или cycle и видео о сломанном четырехлетнем цикле начинают заполнять интернет суровая реальность такова что большинство людей и по сей день не понимают что это такое большинство людей по-прежнему неправильно измеряют циклы они не понимают что эти циклы нужно измерять от минимума медвежьего рынка номер один до минимума медвежьего рынка номер два и я на самом деле тоже ошибался в этом плане часто я ссылался на халвинг циклы ну а кто-то измеряет цикл от дна медвежьего рынка до пика бычьего мы используем все эти ошибочные способы измерения циклов и это приводит нас к множеству ложных выводов таких как например убывающая доходность рынков удлинение циклов сокращение циклов отсутствие циклов как таковых но давай вернемся к этой идее которая предсказала все движения с тех пор просто посмотри идеальное предсказание почему так получилось потому что человек который сделал это правильно измерил цикл люди смотрят на график биткоина и видят что видят три года роста год падения три года роста 12 месяцев падения три года роста 12 месяцев падения поэтому для них логично было предположить что и на этот раз мы будем расти три года а затем 12 месяцев падать конечно многие считали абсолютно нелепым что на самом деле мы можем сломать все эти устои и расти на протяжении года двух а затем падать два года если не больше 17 апреля 2023 года вот когда была опубликована эта идея она была опубликована когда биткоин был в этом диапазоне цены на дне медвежьего рынка и вот здесь внизу у минимумов этого медвежьего рынка 2023 года было настолько пессимистичное настроение что идея этого фрактала категорически злила людей это напоминает мне сегодняшний момент я говорю слушай я думаю что у нас заканчивается время я думаю что возможно осталось всего несколько месяцев максимум полгода до того как мы увидим новый исторический пик цены биткоина финальный пик этого цикла а затем перейдем настоящий медвежий рынок который будет длиться 24 месяца и после таких слов сейчас на отметках около 70 тысячах долларов за биткоин люди будут злиться люди будут злиться на меня за такие слова ведь они настроены супер оптимистично предыдущие медвежьи рынки длились около 12 месяцев 365 дней 396 дней 365 дней как ты видишь три года роста год падения это повторялось снова и снова потому что это правосторонний цикл right translated cycle но я думаю что на этот раз медвежий рынок будет растянут на 24 или даже больше месяцев и я понимаю что опять же когда я это говорю люди будут очень расстроены и рассержены этим точно так же как они были очень расстроены и рассержены когда увидели вот такой фрактал на дне прошлого медвежьего рынка почему же left translated cycle левосторонний цикл настолько важен потому что мы наблюдаем фрактализацию самих циклов это означает что в длинных циклах начинают появляться короткие циклы например соединив вместе четыре дневных цикла мы получим крупный недельный цикл начало и завершение которого на этой диаграмме обозначены красными стрелками wc на схеме мы можем заметить один и тот же фрактал который повторяется 3 1 2 3 правосторонних цикла и 1 4 левосторонний цикл у нас есть еще одна схема которая показывает то же самое первый цикл 2 и 3 правосторонние а 4 соединенные с первыми тремя уже левосторонний вместе они дают нам цикл более высокого порядка это касается всех таймфреймов хотим найти четырехчасовой цикл ищи три часовых правосторонних цикла и один левосторонний цикл хочешь дневной ищи три четырехчасовые правосторонние и один левосторонний цикл и так далее если мы хотим найти крупные годовые циклы нужно найти соединить 4 недельных цикла из которых 3 правосторонние один левосторонний именно так работают рыночные циклы вот почему мне кажется наиболее логичным что bitcoin который уже прошел раз два три правосторонних цикла должен отрисовать 4 который уже начался левосторонний цикл это хрестоматийный пример буквально по учебнику и это материал подходящий для любого рынка не только биткоина и снова мы видим фрактализацию о которой говорили абсолютно на всех таймфреймах независимо от того увеличиваем ли мы масштабы чтобы найти очень маленькие таймфреймы или уменьшаем чтобы найти более крупные недельные и даже многолетние таймфреймы идея заключается в том что в бычем супер цикле цикле высшего порядка таком как это мы ожидаем 3 правосторонних цикла раз-два-три и один левосторонний теперь ты понимаешь почему левосторонний left translated cycle имеет смысл для трейдеров которые торгуют циклами ведь это огромная возможность для них прогнозировать рынок на 24 года вперед чисто из-за цикличного поведения конечно же это не гарантировано но как правило так и происходит ведь циклы ведут себя определенным образом и если это продолжится то bitcoin ожидает последняя часть этого супер цикла в котором мы уже прошли три правосторонних цикла и начинаем входить в один последний левосторонний и я думаю что в этой циклической теории обязательно нужно упомянуть максимальную боль что это такое дело в том что вне рынка осталось целая куча людей которые не поверили в этот рост большинство людей не ожидали что это произойдет когда цена выросла вот здесь они ожидали падения до 10 тысяч долларов когда цена выросла вот здесь они ожидали падения когда цена выросла вот здесь они ожидали падения когда цена выросла вот здесь они ожидали падения. И даже сейчас есть теории о тройной вершине. Это и есть максимальная боль. Потому что практически никто из них не ожидал, что вот это произойдет. Все ждали большого краха и думали, что у них еще полно времени для того, чтобы накопить позицию вот здесь. А цена тем временем перешла в параболический рост. Максимальная боль реализуется, когда все, кто сейчас вне рынка, будут вынуждены покупать на пиках. Их буквально вынудят, заставят зайти на рынок на исторических пиках. Потому что они больше не смогут отрицать это ралли цены. Они в него поверят. И когда они больше не смогут называть это отскоком на медвежьем рынке, отскоки и ралли цены на медвежьем рынке не могут закончиться достижением исторического пика. Они купят. И купят на вершинах. И поэтому, и особенно, если у нас произойдет еще более глубокий откат цены, например, до 48-54 тысяч долларов, а затем будет еще один рывок цены вверх, люди будут вынуждены гнаться за этим ралли. По сути, их заставят купить вершину, чтобы затем, когда реализуется четвертый Left Translated Cycle, опрокинуть их в пучину 24-месячного медвежьего рынка, где они будут вынуждены держать свои портфели в ожидании следующего булрана с надеждой на то, что они как минимум выйдут в безубыток. Это и есть компонент максимальной боли. Биткоин оставил этих людей вне рынка. И теперь он заставит их купить вершину рынка. Ведь эти люди ожидают, что этот цикл продолжится как раньше, в стиле правостороннего цикла, когда новая историческая вершина достигалась после середины цикла. А на самом деле, скорее всего, биткоин перейдет в левосторонний цикл, когда вершина рынка будет сдвинута влево по временному таймфрейму, будет достигнута до середины цикла. Это и будет грандиозная ловушка и грандиозная боль многих инвесторов, особенно новичков, которые, судя по Google Trends, уже начинают здесь появляться. Таким образом, циклы говорят, что мы близки к вершине биткоина по времени, но не по цене. По цене, скорее всего, мы еще вырастем и можем вырасти достаточно солидно после большой коррекции, чтобы заставить всех купить в погоне за упущенной выгодой. После окончательного пика нам следует ожидать продолжительного, удлиненного по сравнению с другими медвежьего рынка 24 плюс месяцев. И я на самом деле очень его хочу, ведь это лучшее время для того, чтобы построить фундамент для богатства. Как всегда, я признаю, что могу ошибаться, и все сказанное не стоит воспринимать как истину. Но все-таки меня делает увереннее тот факт, что вот здесь на дне около 16 тысяч долларов вот эта теория роста вызывала у людей отторжение и злость. И если озвученная мною циклическая теория уже на отметках около 70 тысяч долларов тоже вызовет отторжение и злость, значит, это о многом говорит. Итак, с гипотезой циклов разобрались. Именно она помогла трейдерам-циклистам понять, что мы преодолеем старый исторический пик биткоина до халвинга. Но была и другая группа людей, которая правильно это спрогнозировала. Это трейдеры-волновики. И я должен сказать, что я ни в коем случае не специалист по волнам Иллиотта, но я хочу показать тебе несколько вещей, которые очень коррелируют с теорией циклов. Например, это разволновка на недельном графике биткоина. Первая волна, вторая, третья, четвертая коррекционная, и сейчас мы на пути к пятой, финальной. Кстати говоря, мы уже прошли половину этого пути. Еще один волновик показал свою разволновку. Тут все очень похоже. Четыре волны, и мы сейчас на пути к пятой. Что я хочу отметить, я давно следил за этим трейдером, и он указывал эту четвертую волну еще до того, как этот медвежий рынок достиг дна. Опять же, очень немногие смогли просчитать этот рынок и дать сигнал, что он будет двигаться выше, гораздо быстрее, чем этого ожидали другие. Но трейдеры, которые торговали циклами или волнами, смогли это сделать. Если мы увеличим масштаб и посмотрим на движение цены сейчас, то увидим следующую картину. И вполне возможно, что в недалеком будущем нас ожидает коррекционный паттерн от третьей волны к четвертой, перед тем, как идти уже на финальную пятую. Здесь остается два сценария. Лучший, если вершина третьей волны еще не была достигнута. Сначала мы ее достигнем, а затем будет коррекционная волна, а затем финальная пятая до окончательного пика цикла. Худший сценарий, если этот пик уже был вершиной третьей волны, значит мы переходим в четвертую коррекционную, а затем уже опять на пятую финальную. Это, если что, трехдневный график, поэтому разволновка здесь несколько иная. У нас также есть это. Вот это меня поражает больше всего. Ведь это было опубликовано в июле 2023 года. И заметь, как он даже вот эту вершину в 74 тысячи долларов и коррекцию после нее угадал. Это же происходит прямо сейчас. Также здесь ты можешь видеть, что он предсказал третий заход вверх где-то в районе 60 тысяч долларов, что является коррекцией перед финальной пятой волной к окончательному пику этого бычьего цикла. Так что если эта коррекция этой четвертой волны действительно произойдет, то скорее всего она будет выглядеть подобным образом. Это будет какой-то треугольник, в котором цена биткоина будет консолидироваться некоторое время, вплоть до 60 дней. А затем, конечно же, мы увидим финальный рывок вверх, эту пятую волну, которая приведет нас к окончательному пику цены биткоина в этом левостороннем цикле. Итак, теория циклов говорит, что мы скоро найдем нашу вершину. Волновая теория говорит, что мы находимся практически у пятой волны на недельном графике. Мы уже прошли даже больше половины этого пути, как мы помним. На трехдневном графике мы увидели, что остается всего две волны, четвертая и пятая. И что самое интересное в пятой волне, именно она говорит нам о том, что следует ожидать макроэкономической неопределенности. Сейчас я покажу тебе ролик, чтобы показать, что именно я имею в виду. В конце концов, мы изучаем социальную психологию, психологию масс. Когда фондовый рынок создает пятую волну, рынок движется вверх на эмоциях, называемых надеждой. Люди надеются, что ситуация улучшится, и готовы вкладывать в этот рынок больше денег, говоря, что все будет лучше, а цены будут выше. Я собираюсь попробовать. Надежде требуется время, чтобы накопиться, и время, чтобы рассеяться. Вот почему пятые волны, как правило, не такие мощные, как третья волна на фондовом рынке. И именно поэтому вершинам требуется немного времени. И если они не очевидны на ценовом графике, то по крайней мере очевидны с точки зрения технического развития подъемов и спадов. С товарами же все иначе. Пятая волна в товарах недвижимо надеждой. Ею движет другая эмоция, называемая страхом. Когда золото поднимается вверх в этой пятой волне, это происходит не потому, что люди надеются, что дальше будет лучше. Конечно, есть и те, кто надеется, что будет, но в основном это происходит из-за страха. Страха потерять прибыль. Они боятся инфляции. Они боятся того, что сделает правительство в ответ на инфляцию. Они боятся финансовой ситуации в целом и покупают золото, чтобы защитить себя. Когда цены на пшеницу очень мощно двигаются вверх в пятой волне, это происходит не из-за надежды на будущее. Это происходит из-за страха. Страха не урожая, страха засухи, да что угодно. Вот почему товары обычно имеют сильную пятую волну. Если биткоин это товар, а я считаю, что это так, и даже сек признает биткоин товаром, хотя по мне это намного больше, чем товар, тогда пятая волна, в которую мы собираемся войти после завершения коррекции, подразумевает, что она должна быть вызвана страхом. Если это так, то вопрос в том, что именно будет стоять за этим страхом. Если не считать страха упустить выгоду после того, как все наконец-то уверуют, что это настоящий бычий рынок. Пятая волна подразумевает, что мы увидим, что что-то подтолкнет людей к паническим покупкам биткоина. Как я уже говорил в самом начале видео, именно это будет меня по ночам. Это потому, что я понимаю, что существует очень мало вещей, которые могли бы вызвать такую панику у людей, чтобы они побежали покупать биткоин. Единственное, о чем я могу подумать, это крах банков, крах фиатной валюты, то есть индекса доллара, или, по крайней мере, значительные раунды инфляции. Возможно, идея о том, что в недалеком будущем будут запущены цифровые валюты центральных банков, глобальная рецессия или даже настоящее противостояние между НАТО и Россией. Это единственное, что я могу придумать, что могло бы вызвать паническую покупку биткоина у людей. Так что, если у тебя есть идеи, если ты можешь придумать что-нибудь еще, обязательно напиши об этом в комментариях. Но пятая волна в товарном цикле, как мы уже поняли, подразумевает, что это будет паническая скупка, панические покупки, вызванные страхом. Это также говорит нам о том, что пятая волна, скорее всего, будет очень, очень сильной и агрессивной. На товарах и рисковых активах гораздо сильнее, чем на фондовом рынке. Это очень хорошо согласуется с этим графиком фондового рынка. После вот этого параболического блоуфтопа может случиться какой-то мощный катализатор. Например, глобальная рецессия, что спровоцирует обвал фондового рынка. Интересно, почему миллиардеры продают свои акции? Так вот, если это будет так, то разве это не соответствует каким-то финансовым условиям? Будет ли эта пятая волна в биткоине вызвана страхом перед глобальной рецессией? Возможно, страхом перед дефляцией? Увидим ли мы впервые в истории, как люди панически скупают биткоин и используют его в качестве средства защиты? О чем говорит Ларри Финг? И, возможно, для этого и нужны были биткоин-етфы. Как способ безопасно и легально спрятаться в биткоине? Как способ сэкономить на комиссиях коинбейса при покупке? Как видишь, вопросов очень много. Но я могу сделать следующие выводы. Теория циклов говорит мне, что следует ожидать Left Translated Cycle и затяжной медвежий рынок. Волновая теория говорит, что времени для этого осталось не так уж и много. Скорее всего, мы увидим вершину этого левостороннего цикла где-то в районе лета. Самое позднее – ноября этого года. Волновики также сумели предсказать поход цены биткоина выше предыдущего исторического пика до халвинга. Если подсчеты верны, то впереди осталось всего две волны. Четвертая коррекционная и пятая финальная. И все это происходит на фоне каких-то странных разговоров о том, что медвежьих рынков больше не будет. Мы больше не увидим их. ETF никогда не допустят больших провалов цены. Больше не будет циклов. Они перестанут работать. Технический анализ перестанет работать. Больше не будет никакого теханализа. Графики, трейдеры – они просто не смогут справиться с тем, что будет дальше. Но, как по мне, все это нонсенс. Однако все говорят о каком-то суперцикле, в который перейдет биткоин. И в этом есть смысл, признаться честно. Есть вероятность, что мы получим то, что выглядит как левосторонний цикл с последующим огромным откатом. А затем мы получим еще один рывок цены вверх. В суперцикле есть определенный смысл, если разбираться глубже. Однако это тема другого видео. В любом случае, если это действительно так, то мы сможем значительно увеличить наши накопления в биткоине. Мы должны быть в состоянии выйти около вершины рынка, в диапазоне около вершины. Ведь точно вершину определить навряд ли получится. Дождаться коррекции на 50, а лучше 75%, чтобы перезайти. Можно зайти и на 50% и на 75% коррекции. Но опять же уточню, полностью выходить из биткоина лично я не буду. Я считаю это глупой для себя идеей. Но вот из альткоинов полностью выйти я могу. В любом случае, очень многое говорит о том, что люди меньше всего готовы к огромному блоу в топу, который будет питаться страхом, о котором мы говорили ранее. Также у нас есть золото, которое пробило исторические рекорды и впервые в своей истории превысило 2200 долларов. На самом деле, такое поведение золота тоже вписывается во всю эту картину геополитической неопределенности, вызванной страхом. Что же буду делать я? Я буду анализировать финальную пятую волну на мелких таймфреймах, искать уже в ней этот макрос из пяти волн, чтобы определить диапазон цены, когда биткоин достигнет вершины цикла. Циклы уже говорят, что мы близки по времени к пику. По времени, не по цене. Но также они говорят, что следующая хорошая покупка будет лишь не раньше ноября 2026. Именно тогда может быть минимум нового медвежьего рынка. Если же мы достигнем вершины в ближайшие несколько месяцев, то ждать придется гораздо дольше, ведь и медвежий рынок будет немножко дольше. Прежде чем мы сможем снова набирать позиции на минимумах медвежьего рынка, как это было на недавних минимумах в 2022. На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. И не забывай, что я могу ошибаться. Я не какой-то там квантовый компьютер, который видит будущее. Я всего лишь человек со своими недостатками. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok